приветствую зрителей подписчиков на моем канале сегодня мы отправимся на юг кемеровской области через столицу южную кузбасса это новокузнецк в междуреченск откуда на электропоезде начнется наше увлекательное путешествие в интересный и загадочный уголок кузбасса поднебесные зубья прямо с перона нас забирает всем уже знакомый боевой урал на котором вброд через томь мы отправляемся дальше в горы станции конечный нашего маршрута на этом грузовике это тальковый карьер откуда нам предстоит 8 дней идти пешком и посетить самые интересные места этого маршрута такие как хребты перевалы озера горные реки водопады но это все будет далее ну вот я и на маршруте каким чудом взял сапоги из дома вообще не понимаю здесь такая вот месила прошлый раз ботинки мне подержали буквально сухими 10 минут сейчас все буду переобуваться сапоги он малинка маршрут можно сказать повторяется по второму кругу вот он этот приют здесь же церковь вот она так а мне помогут по этой тропе надо сразу куда-то там выйти сюда идти уже не помню надо навигатор смотреть вот такой приют облачность начинает рассеиваться пока он гора еще в облачности вся не знаю может к вечеру дойдут большого зуба может на следующий день оставлю пока сам не знаю как сказал так и сделал прошел какой-то тропинкой и попадаю как раз сейчас к источнику вот он веранда вот это и за ней как раз святой источник даже отметины даже отмечен на карте ну а вот святой источник который на карте есть да народу здесь как на бульваре каком-нибудь воскресный день только сейчас прошел наверное уже штук десять палаток и только начало пути там ручей и вдоль ручья кипит вся эта жизнь а я иду дальше в горы к ручью юрлец юрлец как-то так вот иду иду и думаю все таки не зря я сапоги взял провалился перед переправе к цветовому источнику камень скаканул под ногой то сейчас получается как бы сапоги очень хорошо выручает в принципе и сменные обувь берц кроссовки так что если что в любой момент могу переобуться углубляясь я все дальше и дальше в лес все выше болотина болотина здесь вот такая вот уже в общем сказочный иду так ну а что об этом я могу сказать всем то что новость у меня плохая ну как для меня она плохая тут я даже наверно в сапогах не пойду потерял я бутылку с водой литровую вылетела с внешнего обвеса этих рюкзаках вообще ничего не держится на обвесе постоянно проверяю что куртка не улетела и берцы бы тоже не улетели с обвеса что они самопроизвольно начинают растягиваться также как и лямки и поэтому остался у меня один литр воды то есть вообще одна бутылка у меня осталось было конечно дома мысль еще пол литрушку скомкать в рюкзак положить уже места не было вообще пришлось на наружном обвесе размещать но сейчас все потерял одну литруху далеко в горы не пойду потому что на трех дураках вообще воды не было идти в горы причем траверсом по вершинам я не смогу с одним литром воды тем более обещают уже послезавтра жару на плюс 30 это будет вообще самоубийство так что если не найду бутылку где-то буду это вдоль реки идти в золотую долину максимум поднимусь на большой зуб кстати он что-то небо разъяснивается у нас печально очень печально жаль воду с этим малина растет уже красим ну а я пойду дальше а вот у нас приют рубиновый стан здесь такая запруга уже успел из ручейка вот этого повыше чуть-чуть зашел водички попью все пить уже ничего будет бутылку у меня на нз литровая сейчас даю карте посмотрю вот вот он рубиновый стан то есть мне надо идти сюда потом вдоль ручья сюда и на малый козыр и уходить туда вот такая карта здесь ну а я пойду тем временем вот все закрепил кофту на обвязку здесь у меня берцы надеюсь они не дезертируют также предательски как бутылку с водой сейчас может на приют спрошу может у них продают воду хотя бы газировочку 0 5 бы купить чтобы вода была вернее бутылка ну вот только сейчас спустился с рубинового стана в общем в очередной раз убеждаюсь что чем дальше от цивилизации тем более нормальные люди встречаются потому что вот бутылку дали предложили даже воду все с водой отдали бутылку ну тут правда везде она питьевая в общем даже поинтересовались говорит зачем тебе говорит покупать воду если она здесь везде питьевая вот так вот хорошие люди попались вот теперь бутылка есть полтораха засуну в рюкзак будет теперь в рюкзаке постоянно вода есть так вот все хоть будучи попить вернись чего у меня сейчас вода будет на каждом шагу вдоль поля кромника петля и тропа домовой козыр такая здесь тропиночка уже можно было бы сапоги снять но останавливаться не хочу темп терять хорошо бегу уже километров 5 пробежал такая здесь красотища в общем иду я тут и дорога переходит плавненько на ту сторону здесь такой вот импровизированный мост в принципе надежный у меня вес под 100 килограммов с рюкзаком даже наверно сейчас будет 110 но у меня выдерживает него уже видимо давно снесло что пойду-ка я аккуратненько вот здесь вот в принципе хорошо держит весь закреплено все доски дальше тропа уходит туда в сторону малого козыра это ручей впадает в малый козыр где-то в километре отсюда мне топать еще и топать вот такое место интересное другого берега на колени что-то как-то меня не сильно радует что-то щелкнуло в правом колени в котором я был не уверен рюкзак все-таки 25 килограммов довольно тяжело его тащить и вот спустя два часа с небольшим напомню в 11 часов нас высадил грузовик на тальковом карьере я оказался вот в таком вот месте это слияние малого козыра и того ручья который протекает через рубиновый стан вот вода вообще прозрачнейшие и кстати вкусная только сейчас отсюда попил красотища здесь вот такая здесь красота стою щас ноги остужаю в малом козыре ну чтож заберу бутылочку и буду выходить на берег теперь можно и откушать хоть что-то перекусить а то 7 километров пробежал он там он приют еще один или стан а у куприяновская поляна что ли называется вон она ну а я здесь пока перекушу минут 10-15 и пойду дальше ну за два получается часа с лишним я сделал 6 половины километров хороший результат если так будет продолжаться это будет вообще зачетно почти под моими ногами он там он внизу шумит малый козыр такие виды отсюда открываются дорога тем временем уходит у трус в реке козыр малый и перемежаясь вот такими болотцами ручейками идет вверх набор высоты идет куприяновской поляны это где-то метров 520 там было сейчас уже поднялись почти на 640 то есть еще дорога выше пошла в принципе других труб здесь нету то есть эти не забудешься главное что тропы есть самое основное что меня нагрела скажем так в прошлом выпуске когда я на пик дураков шел просто напролом через курумник вот это меня напрягло тогда а так пока тропа есть это замечательно особенно такая периодически на тропе кручу высокогорному что берет свое начало у большого зуба горы встречаются вот такие вот места отдыха уже наготовленных сухостой место для костровища посадочные места ну и ровное место для палаток так что отдыхать здесь можно где угодно и не на приютах и на станах прямо дикий отдых он там внизу малый козыр горохочет подойдем смотрю где он там ну далековато далековато не видно из-за елок но шум слухать ну что ж идем дальше сегодня у меня идея максимум это добраться до ручья высокогорного и по нему подняться выше в сторону горы большой зуб но это у меня в планах как будет не знаю ну что ж дорогие зрители и подписчики моего канала сейчас я нахожусь в таком красивом месте которого захватывает дух внизу каньон на реки ой малая малый козырь уже все язык заплетается от усталости вот он видно его от черемуха и открывается вот такой вот захватывающий вид на все это дело река бушующие между камней горы украшенные лесом к войнам чем красота вот такой вид если из окна видеть можно и до 100 лет дожить идем дальше пройдено 11 километров под тяжеленным рюкзаком в принципе это уже достижение для меня вот остановился на такой стояночки чуть-чуть посидеть вот она река грохочет малый козыр и вот такая вот мне досталось оборудованная стояночка даже остатки костерка островище можно даже что-то подвесить у меня котелка нет все равно полянка я думаю на две-три палатки вообще замечательная будет спуск к воде вообще замечательный река рядом дрова тоже вон сушняка я думаю здесь полно он поломанная пехта что лежит тоже в принципе пойдет это тоже недолго осталось судя по такому состоянию на так что вот еще надо мне пять километров пройти хотя бы до устья речь до устья ручья высокогорный а уж воистину красота природы не знает границ вот эта природа сказочная даже не знаю что снимать вода прозрачная и вкусная но на пицце и тяжело потому что она ледниковая вот это уже напоминает горный алтай там ручьёк вытекает такая здесь природа красивая чем дальше я иду вдоль малого козыра тем больше я убеждаю что это очень красивое место реально он спустя буквально 11 12 километров начинают открываться такие красивые места вот вот это вот ручьей еще один впадающий в реку малый козыр вот эти вот бушующие потоки которые текут вниз в гор вот это вот все малый козыр и здесь она прям скажем красота попробую с рюкзаком пробраться сюда вот на каменный утёс этот да действительно великолепное зрелище даже не знаю как этот ручьёк называется но он красивый а у меня тут красотище черемуха есть малины есть а сейчас еще и черника вон она вот если отойти подальше от дороги я думаю еще больше будет вот пара ягодок так что ешь чернику и запивай ключевой талой водой и любуйся на такие красоты чем не жизнь сказка пока я отжирался тут черникой малины тут же у меня черемуха подошел я так и незаметно к интересной вывески вот такая вывеска попробую отодвинуть так вот ручей вкусный но судя по всему вот это пиктограмма это все-таки ручей вкусный вот так ну не знаю насколько он вкусный как раз пить хочу это я и попробую сделать сейчас попить немножко с него так а тут у нас уже почти горная река грохочет но это вкусный ручей интересное название что-то как-то мне он не нравится сильно уж много в нем мха какого-то болотины и течет он по ходу с болота или вон с той сопочки ну что ж пить охота будем пить поел попью жажду утолил голод утолил и иду дальше любоваться красотами шел по тропе которая за мной здесь буквально метрах в десяти и слышу звук как будто работает карьерная техника думаю откуда здесь тайга непровазная только тропы для людей а пригляделся вон здесь бруны какие водопады я не знаю передаст ли это микрофон но шум такой как будто реально работает какой-то или экскаватор или бульдозер что-то такое вот отголоски идут еще эхом прям вообще я думал реально бульдозер дорогу наверно прокладывает а здесь вот она что ну что убедились что здесь ничего опасного нет для флоры и фауны и идем дальше дальше по тропе и вдруг совершенно случайно обращаю внимание вот на эти горы прям кряш какой-то идет своему безобразию и стыду я не могу назвать что это за горы наш в навигаторе на генштабовской карты они не отмечены вааще так что вот вот начинается одна гора и вот она идет 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 и вот это вот по ходу продолжение а я все так же иду вдоль ручья уже на этот раз я могу сказать не река малый козыр а это уже ручей такой бурный ручей шумящий ручей но это ручей уже да как раз пошел на шум и решить у нас есть такая ягодка а тут у нас еще костями а помимо костяники у нас прям красотища главное не навернуться вот это вот да вот это пороги я надеюсь камера это все передаст в полном цвете как это есть на самом деле это вообще-то сказочно красотища просто красотища обалдеть ну вот делаю еще пару фотографий и иду дальше дальше еще веселее и красивее возле ручья впадающего в ручей малый козыр будем его уже так называть и тут вижу такая вот вещь вечная память андронов павел владимирович 2010 году погиб 75 года он был такая вот надпись и тут получается переправу замутили не туда надо ну что ж пойдем туда нет ну решительно эта река меня не перестает удивлять осталось километр до какой-то там демьяновского стана что ли в общем дарить до ручья высокогорного сейчас надо будет спуститься он туда вниз потом подниматься вверх вон тропа и опять уходит туда он вдоль малого козыра козыр горохочет прям вообще вот или нашел ручей высокогорный целый день шел там уже должен быть приют показаться сейчас посмотрим где он мост значит нам сюда тут и спросим у людей до идти дальше вот он приют не помню уже как называется все голова вообще не работает только ноги сейчас перейду водички попью и все пока минут на 30 здесь останусь а где мост не понял шутка у них такая что ли мост моста-то нету или он был до его смыла блин и глубоко в собаках стоят тут впереди ну ладно будем решать проблему в твоей смере а мне на тот берег надо все пошел вверх попасть мне так-то просто хоть и виды здесь замечательные вот эта гора там чуть не смыло сапогах переходил вверх вообще нереально а здесь вот такой мост вот так вот пусть переходил ну что буду спрашивать искать тропу на большой зуб верхний зуб так вот зря я переправлялся зря переправлялся зря через эти ручьи вот по этой стороне еле заметная тропка идет вот она сказали там стоянка богатырска есть метров через 500 и где-то через километра два под черепахой будет стоянка не знаю что такое черепаха под это полагаю что это скорее всего какой-то камень ну в общем под ним будет стоянка вот а пока иду уже к месту ночлега оптимально бы добраться до этой черепахи потому что тогда мне ближе будет бежать с утра в горы вот так что чернички можно еще порвать тут топовые топовые вот стоянка богатырская застава вот она ну а мне дальше прошел богатырскую заставу люди приветливые поздоровались предложили даже остановиться рядом с ними ну мне надо ближе под небесным зубьям а конкретно большому зубу вот следующая стоянка буквально минут 10 ходьбы мне надо именно которым не посоветовали какой-то под черепах или черепах и в общем где-то такое двигаю до темноты осталось буквально час может быть чуть больше час четвертью мне надо двигать иначе даже не отвлекаюсь надо 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 вон ее сколько просто под ногами ну мало что-то ее мало в этом году иду я все так же возле ручья высокогорный вон он шумит вдалеке и здесь начинается вот такой вот курумник это уже говорит о том что я где-то на высоте около 700 800 метров вот это немало я так сказал здесь кто-то нычку сидел а тропа тропа есть через верх а есть через низ мы пойдем через низ уже все не хочу лазить никуда все сейчас спускаюсь а тут куда все ладно хоть покажу вам эту реку как реку ручей вот он как грохочется а тут и высокогорный пойду искать тропу дальше он тоже садится так я думаю будет видно пройденный путь 1834 высота 768 метров так скорость 0 время в движении 4 часа 6 минут время остановок 4 часа 33 минуты средняя общая скорость 2 1 километра в час средняя скорость движений четыре с половиной километра в час максимальная скорость 6 6 ну все общем я уже почти без сознания он там он вдали у меня ручеек будет я смогу воды набрать он там вон шумит река пока кручей сковорну а здесь вот на этой площадке я и буду сегодня даже костра вещи есть располагаться на ночлег все мой путь окончен все больше не могу завтра еще идти на большой зуб не знаю буду подниматься не буду возможно просто покажу цирк малого большого зуба во всей карасе может там снежники положу в общем не знаю на два километра с лишним подниматься как-то сильное желание нет но тут осталось уже буквально километров 7 8 до самого верхнего зуба или большого зуба в общем буду туда идти а сейчас буду разгребать вместо под палатку ставить палатку готовить все сушить сапоги кстати сапоги вообще тема блин если мне они сейчас бы до сих пор ноги мокрые были бы и всю блин поездку бы ноги мокрые были а так не так лучше а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»